В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса за счет средств местного областного федерального бюджета в городе многое изменилось. О том, что уже сделано и планируется сделать в Ленинске-Кузнецком в преддверии праздника общественникам, рассказал Константин Тихонов. После доклада глава города напомнил участникам заседания о том, что сделать город еще лучше в наших руках. Сами жители смогут выбрать территорию для богоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Достаточно принять участие в голосовании. Прежде чем просто принять участие в комплексе, горожане сами должны решить, что конкретно они хотят изменить. 26 апреля по 30 мая каждый из решителей России старше 14 лет сможет проголосовать за ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобразить в его городе, в его решении. Проголосовать можно через портал госуслуг, либо зарегистрироваться на сайте 42город.среда.ру. Здесь выбираем раздел регистрации, вводим фамилию, дату рождения, место проживания и мобильный телефон. Для помощи организована команда волонтеров. В дни голосования они будут работать в общественных местах МФЦ, торговых, центрах города. Территории, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в следующем году. Параллельно Ленинск-Кузнецкий участвует в конкурсе среди малых городов и исторических поселений на лучший проект по благоустройству общественной территории. Первый этап конкурса завершен. Горожане выбрали для благоустройства территорию, граничащую с парком Горького. С 25 марта начинается второй этап. Это будет сбор заявок конкретных предложений от жителей Ленинска-Кузнецкого. На третьем этапе планируется разработка проекта благоустройства, который будет направлен на конкурс. С партнером в разработке проекта выступает компания «Соя Кузбасс». Анна Ширкова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.